Итак, доброго времени суток, уважаемый любитель шахмат, с вами Шахматный Феникс, и мы, на удивление, заканчиваем матч, наш дружеский, между администрацией группы и их участниками, и у нас один из последних туров, и команде администрации, как мне кажется, остается взять всего лишь одно очко до победы, и Никита Петров играет с Иваном Типикиным. Иван Типикин, крепкий кандидат мастера спорта, напоминаю, что участники сами выбрали этого человека, чтобы он отстаивал, чтобы он отстаивал команду, представлял команду в последнем туре, ну а администрация представляет один из сильнейших игроков, Никита Петров, и мы видим такие, что у нас было разыграно, был разыгран какой-то очередной бред, а и черные задумались, контролируем, вот Олег, с вами. Алло, да, Олег, привет, ты в прямом эфире. Покажи, попробуй экран. Ты в прямом эфире. Я понял. А, да. Так, ну и вот, да, слышно замечательно. Ну и вот, Олег поможет вам покомментировать. Ну черт, Никита, что у нас тут, ежик что ли? Да, ежик. Ну нет, пока не ежик, А6 нет хода. А6 будет сыгран, тогда будет ежик. Скоро будет. И черные прилично так задумались, С5. Ну, можно сказать, да, что это ежик, но только вот хода А6. Если полный ежик, чтобы был, надо, чтобы пешки были Е6, Д6, Б6, А6. Не хватает пространства, мне кажется, черным. Ну, в еже, по-моему, постоянно не хватает пространства. Там черные пытаются ходами Б5, Д5 прорваться. Стоять. Идея ежа лучше всех понимает Сергей Шипов из Гроссмейстеров. То есть он написал два тома уже по ежу. Да, и все его советы остановились на том, что нужно стоять на месте и ничего не делать. И как вот играть сейчас черным? Чёрным? Ну, белый хотят в коня на Д6 впилить. И хотя как-то разменяться. То есть конь Д6, слон Д6, ферзь Д6. И после этого, может быть, даже у них поприятнее будет. Я не знаю, может быть, как-то... Ферзь С7, да, я хотела. Ферзь С8 тоже потом Д6. Ферзь С7, да. Ну, то есть коня на Д6, конечно, пускать не надо. Да и пешка на Е5 нужна в защите. Ну, сейчас Никита Ладью через А на Д8, конечно, поведет. И, может быть, даже что... Потом, может быть, коня куда-то с поля Д7 уберет. Так, ну всё, выпитывает Б5. Ну, Б5, А6, наверное, будет сейчас сыграно. Да, и с Е4. Идея Т4. Ну, Иван Типикин хорошо известен своей, скажем так, засушливой игрой. Сейчас конь на А3 висит, наверное, конь Б1 будет, Никита, что ли, играть? Да. А, и вот... Слушай, как-то развязались всё чёрные фигуры тут. Ну, слон Е4, конь С5 и на Д3. Я понял уже идею Никиты, но только... Да, конь С5, скорее всего, на Д3 будет впилин конь. Ну, здесь идея легко читается. Конь на поле Д3 идёт. Стоп, а не было удара конь Е5? Две фигуры за Вадью и за пешку. Да нет, там, мне кажется, совсем компенсация какая-то такая дохлая. Конь Е5, Вадя Е5, ну а что дальше? А почему он сейчас не на Д3? Вот сейчас конь Е5, Вадя Е5, конь Е3, может быть, заслуживал внимания, потому что там Вадя-то намертво оказывалась связанная. Но там слон Д6 был ход, поэтому ничего, опять же, не проходило. Хозяйство? Ну, чёрные получили великолепного белопольника. Ну да, ну а белые получили тесную позицию и пытаются будут играть вот. Окучиваю пешку Е5? А вот уже сразу прорыв, я бы, наверное, слон Д6 пошёл. Ну, опять А3, видимо, будет сыграно, потом всё равно Вадя А1 и белые смогут побороться за линию А. А почему не пойти слон Д6 и Е4? Ну, это ты у Никиты, спроси. Ну, мне кажется, это идеальный план. А где-то, кстати, по времени, смотри, как просел. Да, это ничего страшного, как-то постоянно такая. Вот с НД6 видишь, Никита тебя услышит. Е4, Е4, видимо, хочет. Грозит Е4. Ну, Е4. Так что, Е4, СМОУБьёт от Д6, Е4, Д6, конь H2, например. Ну да, тесные позиции у белых, это однозначно, но пока, скажем так, ничего критического, скажем так, не случилось. Ну, как теперь Е4 не пойти в этой позиции? А, вот ещё хочет Вадя А8. Он хочет на Е4, там просто, понимаешь, будет взять и на Д6, и конь на Д4 влезет. Это белым, по-моему, даже в пульсу был. Куда вот он повёл? На Ж3? Нет, просто убрал коня, чтобы ферзь с поля Б2 какую-то свободу действия обрёл. Ну, а Никита тем временем сдваивается. Ну, пока всё равно Иван хорошо ведёт партию, пешка на Б2. Ой, вернее, пешка на Б2. Ферзь на поле Б2 позволяет белым бороться за линию АА. Да, вот на Ладе АД1 непонятный мне ход лично. Конь Е4. Ну, Никита тем временем нагнетает. Он будет, наверное, скорее всего, пытаться играть на два фланга. Но пока и там, и там фигуру белых поровну. Видишь, что на ферзиум фланге у них три фигуры, и на королевском три фигуры. То есть Никите надо пытаться как-то расшатать. Расширять, расширять позицию. Ну да, заставить белых, например, защищать слабости на ферзиум. В то время нанести удар на королевском. Либо наоборот. Может быть, F5-F4 накатить? Ну да, я говорю, то есть Никита будет, скорее всего, как-то пытаться оттягивать фигуры. Так, вот уже вот это неприятно. А вот конь Е1-Т ход, кстати, оказался сильный, и мы его не видели. Что, слон бьет F1 придется играть? Кажется, да, чтобы свою структуру не испортить. Конь Е4, видишь, оказался ход двоякий. Теперь слону на D3 некуда отходить. Может быть, найдет как-нибудь тактика. Я думаю, сейчас Никита потратит секунд 30, чтобы посчитать, и все. Ну, у него... Потому что, смотри, дело в том, что когда... Пешка на C3, пешка на C3 будет висеть, я согласен, но ведь водя на поле D3 будет защищать эту пешку. Ну вот Никита сейчас пытается заработать все вот это дело. Пытается заставить сработать всю эту тактику, которая на русске. Белые вроде бы как все убрали на последнюю горизонталь, но при этом держатся и даже как-то вот атакуют слона на D3. Если сейчас слон бьет F1, король бьет F1, то мне кажется, что белые-то должны здесь с оптимизмом уже смотреть в будущее. Особенно учитывая количество времени. Ну, тут не такой суровый контроль, да, слон F1. Да, слон бьет F1, видишь, смотри, заставил он поднапрячься, и слон бьет F1. Ну, король бьет F1. И ладья оказались. Кстати, вон вы, может быть, ладья сейчас по 6-й влезет куда-нибудь туда. Вот такой план. Ну, а как она туда влезет? Ну, а вот F5. Ну да, это уже, скажем так, Никита идет вабанк. Мат ставится. Ну да, то есть я не знаю, вот F3 какой-то есть ход, и ферзь D2, может быть, потом. F3 сильный ход, на самом деле. Ферзь D2, ладья D8. А, вот, на пешку. Ну, F4, надо, или на F4 сюда будет E4? Не, на F4, E4, и там вообще никуда не пролезут. Может быть, с E4? А если E4, то там ферзь уйдет, и конь через полица 2 на D4 придет. То есть тут палка о двух концах. Ну, время, время, конечно, катастрофические разницы. И здесь я не знаю даже, кому отдать предпочтение. Мы знаем, конечно, что Никита очень силен в... Ну, везде. В ролях. Ну, вот F2, опять же, потому что грозило так. Присталки 3. Добился прогресса, но конь C2. Видишь, смотри, как Иван крепко играет. Вот сейчас F4, F4 нужно. Смотри, во-первых, конь C2 защищает пешку E3, а во-вторых, защищает водю A1. Сейчас просто будут все размены по линии A. Грядут размены. И что это, 0,5? Либо 0,5, либо 1,0. Почему не F4? То есть сейчас вот будут размены. Вводя A1. И все, и сейчас уже белый будет. А вот видишь, повел на B6, повел на B6 слона. Нет, сейчас F3, F3 сейчас будут перехватывать белый. Брать нельзя, там пешка на B5 теряется. Но сейчас ферзь грозит ворваться. Может быть, король E2 сыграть. Ну, и слон B6 слон. А, король E2 какой? Король 2, ферзь D3. Как пешка держать? Начал, начал цепляться. И видишь, количество времени какое. Да, с вон G1 приходится играть. На D2 ферзем же залезть. Ферзь C1 приходится играть. Единственный ход Ферзь C1. Пока все держится. Да, пока. Нет, зевнуто. Или не зевнуто? Нет, подожди. Ну, нет, кстати. Да, конец C1 тоже, возможно. Но потом Ферзь C1 все равно будет сыграно, скорее всего. Конец C2, кстати, еще сильно то, что после Ферзь C1, может быть, конь бьет B4, Никита мог пожертвовать за две пешки проходных фигуру. Ну, надо залазить туда. Ферзь C1, почему Никита это не делает? Так, ну, Е4 это понятно. Брать, наверное, нельзя. Там конь бьет Е4 будет сыграно. Да, и 15 секунд против двух минут. Ну, шаг. Ну, можно подумать Ивану. Ивану можно подумать. У него все-таки... Король А6 и ничего нет, все. Король А6 и ничего нет, смотри, все. Король А6, да. И король себя там очень уютно чувствует, смотри. Обрати внимание на это. Ну, да. А, кстати, к нему вообще никак не докопаться. Полей вторжения нет. Ферзь D6 все держит. А вот это ошибка. А вот это, мне кажется, ошибка. Сейчас конь на G3 придет. Конь очень активный. Или на D2. Да, конь с ферзем, как мы знаем, очень хорошо матует. Конь G3 шаг грозит. Мне кажется, здесь уже мат. Да нет. Никакой мат. Ну, слоны F2 можно сыграть. Но, конечно, Иван себя поставил в него. Нет, слоны F2 нельзя играть. Король F2 и там на E3 падает. Ну, побили-побили. Ферзь D2 и нельзя слону F2 играть. Конь G3, конь G3. А, ну-ка, конь G3. Так, нет, F3 же, да. Ой, все, тут все понятно. Ой, все, посыпалось, да. Ну, тут, да, где-то мат должен быть уже. Ну, нет, возьмем сейчас на E3. C3 просто. C3? C3, да. Ну, нет, ну здесь вот уровень сказался. Хотя Иван вел партию очень сильно, но в какой-то момент просто начал плюхать. Зачем? У него времени было очень много. Подумай, сделай какие-нибудь более осмысленные решения. Но все равно позиция Биоуа незавидна уже в самого конца. Как-то черные насели даже с этим. Ну, F3, C3, 1-0. Ой, конь C3, 1-0. Почему не конь C3? Конь C3 же убивала. Найдет сейчас Никита мат. Волнуется, волнуется парень. Да нет, ну времени у него полно. Да, 7 секунд. Ну, Fc1, а, Ff2. Fg3. Fg3. А, F4 нельзя. И что делать? Ну что, брать на G2. Пешку отъели, да. Почему он пешку цене повел, Ферзи, я не понимаю. Да, туговато, туговато. Ну, Никита тем временем хочет время набить. Элементарно. Конь F6, это конь G4 шаг грозит. Так, взяли на B5. Конь G4. Ну и все, и конь на F3 потерялся. Приказал добро жить как E2, Ff2. Ферзи, F2, да, потерялся. Конь с шахматой. Ну все. И здесь конь E3, Fc2 ман. Конь E3. Fc2 ман. Да, ну все. Даже не надо брать этого коня. Выиграл партию, но такое она оставила. Нет, мне кажется, что здесь Иван явно, вот смотри, знаешь, где вот он ошибся. Ну да, в пору понятно, что в пользу черных было, потому что здесь вот он сумел, Fc7, хороший ход. Ну вот здесь, в принципе, возможно было еще играть. Так, ну все, уже не до анализа.